здравствуйте друзья с вами геоэнергетик инфа максим радайкин и мой постоянный собеседник александр фролов здравствуйте 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 александр германия подписала долгосрочную сделку по спг сша на целых 20 лет а как же там что не нужны долгосрочные контракты и то что замещение там свободный рынок нет ну дорогие друзья долгосрочный контракт долгосрочному контракту рознь и подписала ведь не германия подписала украденная у газпрома структура в которой долгое время не могло разобраться бедное несчастное немецкое руководство ну видимо наконец разобралась на вот эта структура теперь не только ворует газ у какой-нибудь у какого-нибудь пакистана на вот она теперь еще и смело заключает контракты с поставщиками на точнее с заводами в соединенных штатах америки по поводу долгосрочность и контракт вы можете подписать контракт о доставке газа вам то есть это может быть контракт с учетом с учетом того что вы как покупатель становитесь собственником в порту прибытия а можете как энергетическая компания заключить контракт с производителем некого продукта который вы потом будете смело вести куда угодно и в данном случае речь идет именно о таком контракте и разница в этих контрактах наверное эту разницу стоит немножечко рассмотреть подробнее как правило когда говорят что какая-то компания заключила контракт соединенными штатами на поставку газа складывается впечатление ну по крайней мере я вот замечал у широкой аудитории что видимо это контракт о том что будут доставлять газ вот той стране которая заключила которая заключила контракт вот говорят германия заключила контракт вот значит будут поставлять нет дорогие друзья обычно слово германия или любое другое название страны используется для упрощения, потому что за этой страной стоит конкретная компания, которая подписывает контракт. Далее. Она подписывает какой контракт? С кем? Она подписывает контракт не с поставщиком газа. Она подписывает контракт с заводом. Притом, как правило, в Соединенных Штатах Америки подписываются два вида контракта. Как правило, есть отдельные исключения, но они настолько не влияют на общую картину, что мы сейчас их просто отбросим и смотреть в их сторону не будем. Тем более, что эти исключения касаются конкретно заводов, в которых есть доля у компании Total, и поэтому, когда она подписывает контракты на поставку газа куда-нибудь, допустим, в Южную Корею, то это нас сейчас волновать не должно. Это европейская компания, которая вошла в долю производителя газа в Соединенных Штатах, и она вот действует так, как считает нужным. Как правило, ситуация выглядит следующим образом. Допустим, вы, некая компания, которая раньше называлась «Газпром Германия», а теперь называетесь как-то по-дурацки, вы идете к какому-то из производителей, к какому-то из предприятий, которое может сжижать газ в Соединенных Штатах, и заключаете либо контракт по толинговой схеме, ну, либо заключаете контракт, который подразумевает, да, который подразумевает, что вам будут отгружать готовую продукцию. Итак, вы берете, вы фактически по толинговой схеме арендуете мощности для сжижения. Вы приходите на, допустим, генрехаб, покупаете газ, платите за транспортировку этого газа до завода, оплачиваете сжижение, это мы уже выяснили. Какая-то часть газа будет теряться, это естественный процесс, 10-15 процентов уйдут в потери. Потом вы платите за доставку этого газа, и в конечном итоге там еще регазификация, доставка по территории Европейского Союза, вот тут вот накапливаются все ваши затраты. Но почему Европейский Союз? Вы не обязаны везти в Европейский Союз этот газ. Именно поэтому такого рода контракты не вызывают никакого противоречия с политикой Европейского Союза. Ведь в чем суть вот этого неодобрительного взгляда на долгосрочные контракты? Европейский руководитель воспринимает такого рода контракты как закабаление своих покупателей и попытки помешать попытки помешать реализации зеленой сделки, попытки помешать тому, чтобы Европейский Союз к 50-му году стал полностью независимым от ископаемого топлива. Но помешать, закабалить могут только контракты вот с конечной точкой поставки, где собственник становится, точнее покупатель становится собственником вот здесь, где он будет потреблять этот газ. А если вы энергетическая компания, которая арендовала мощности и получила на выходе СПГ, то вы не обязаны везти этот СПГ в Европу. Вы можете везти его в какие-то другие страны. Поэтому никакого отношения такого рода долгосрочные контракты к тем долгосрочным контрактам, которые не нравятся Европейскому Союзу, не имеют. Кстати, не обязательно схема будет толлинговой. Это может быть и плата, это может быть контракт, подразумевающий, что некая структура, связанная с этим заводом, занимается вот этой закупкой, доставкой, сжижением, загрузкой. Но в любом случае вы платите за этот газ, оплачивая сжижение. Это важно. Самое главное, оплачивая сжижение. И вы получаете продукт в момент загрузки его на судно. Вы становитесь собственником этого продукта. То есть чисто технически и в первом и во втором случае вы, как подписавший контракт с американским заводом, некий актор экономический, вы становитесь собственником и можете распоряжаться этим газом от побережья Соединенных Штатов и далее куда угодно. Вы можете везти в Латинскую Америку, вы можете везти в Азию, в Африку, если очень захотите, тоже можете отвезти. Можете в Европу повезти, если на то будет у вас желание. То есть такого рода контракт уже есть у компании Пагник. Такого рода контракты есть у компании Shell, у компании BP, у компании Total. Ну теперь вот будет еще и у бывшей Газпром Германия, которая уже не Газпром и не очень Германия. Будут тоже такого рода контракты. И эти контракты не гарантируют поставок из Соединенных Штатов. Они отчасти гарантируют только некий объем газа, который вы можете получить на этих заводах и дальше распоряжаться, как хотите. Это, кстати, не означает, что вот эта компания, подписавшая контракт, куда-то там повезет газ, минуя Европу. Нет, она может везти его и в Европу. Просто она не обязана это делать. Она просто не обязана это делать. Она может повезти в какое-то другое место. В Китай, в Японию, в Южную Корею. В прошлом году, когда все смотрели на Европу и хлопали в ладоши и кричали, боже мой, Европейский Союз, да ты же продемонстрировал рекордные объемы закупок СПГ. Ты просто невероятен, ты потрясающий. Все как-то забывали о том, что тут куча стран, закупила объем, который оказался меньше все равно, чем закупили Япония и Китай. Кстати, Китай еще и сократил закупки СПГ. Но вот вместе с Японией они закупили больше СПГ, чем весь Европейский Союз вместе взятый. Так вот интересно получается. Но смотреть мы будем на Европейский Союз, забывая о том, где основная точка реализации, точка роста мирового рынка сжиженного природного газа. Это не в Европе. И в Европе, кстати, это тоже понимают, проговаривают, что да, есть риски оттока сжиженного природного газа. Дорогие друзья, буквально недавно Управление энергетической информации Соединенных Штатов Америки выпустило прогноз о том, сколько сжиженного природного газа будет экспортироваться из США вообще. Вот не в Европу, а вообще сколько будет экспортироваться. И разброс прекрасен. Да, кстати, прогноз до 50-го года. Разброс прекрасен. При низких ценах на СПГ будет экспортироваться 161 миллиард кубических метров в годовом выражении. А вот при высоких ценах и при быстром строительстве заводов 508 миллиардов кубических метров. Я, правда, тут хочу задать вопрос. А как можно сочетать более крупные объемы поставок с сохранением высоких цен? То есть, если цены высокие, вы быстро строите заводы и начинаете больше экспортировать, то это означает, что вы, как это уже было с нефтью, дорогие друзья, и как это уже было в девятнадцатом году с газом, дорогие друзья, можете перегреть рынок и цены пойдут вниз. И тогда кто будет больше всех страдать? Больше всех страдать будет тот, кто имеет большие затраты на доставку. И, кстати, Соединенные Штаты Америки в самом широком смысле этого слова, а точнее те компании, которые контрактуют газ у американских заводов, вот они окажутся под ударом, потому что, еще раз, они платят за газ США, а цена на него, как мы увидели, если вдруг что-то в мире с ценами происходит, но если цены в мире высокие, то в Соединенных Штатах Америки они тоже начинают расти. Влияние внешних рынков на американский внутренний рынок повышается с девятнадцатого года крайне активно. И вот мы увидели, как цены в США колеблются вместе с мировыми ценами. Удивительное дело, то, что ожидалось, то и произошло. Поразительно. Так вот, если цены в мире будут высокими, значит и в США они будут для американского рынка высокими. То есть не 70 долларов за тысячу кубических метров, а долларов 300 за тысячу кубических метров. Плюс вы потеряете газ при сжижении, плюс вы платите за доставку, плюс вы платите за доставку до завода, кстати. Потом вы платите за доставку морем, а фрахт может и подорожать. Тут же еще вопрос в том, есть ли у вас свободные мощности метановозов, которые будут обеспечивать такой объем газа. И последнее, вот этот прогноз про 508, это не просто так прогноз, это прогноз фактически говоря о том, что экспорт из Соединенных Штатов к 50-му году будет практически равен суммарному экспорту от всех поставщиков в 21-м году. Ну что ж, будет очень интересно на это посмотреть. Но все-таки я бы склонялся к тому, что первая планка вот этих низких цен и поставок газа в 161 миллиард кубов гораздо ближе к истине. Сейчас технической возможностью Соединенных Штатов по экспорту сжиженного природного газа составляет порядка 125 миллиардов кубических метров с выходом где-то на 130-131 миллиард в ближайшее время. Вот, ну а на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Александра Фролова, подписываемся на Геоэнергетика.Инфо, в Дзене, в Телеграме, на Ютубе. Проверьте свою подписку и включен ли колокольчик. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы и дальше также бодро вещать на просторах Ютуба в условиях лишения монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok